Наколькие добрые голосы и дыкции допомагают человеку быть успеховым, как загучать пригожа, поговорим с тренером по ораторским мастерстве и постановке голосу Ганна Ивановская. З вами Марта Худалей. Витаю. Здравствуйте, Марта. Сейчас-то до вас вертаются люди в уголе с просьбой полепшить голос и полепшить гучание. Да, я бы сказала, достаточно часто. Это происходит в первую очередь в связи с тем, что сейчас многие хотят выходить в прямые эфиры, записывать видео. Сейчас очень большое количество видеоконтента выпускается, поэтому, когда люди записывают ролики, они смотрят на себя, видят, слышат то, что происходит, и, ну, конечно, всегда мы ищем что-то, что нам не нравится, и стараемся это улучшить. А кто частей свертается ввысь таким западом, там, молодь, люди больше сталые на дворот, мужчины, женщины? Интересный вопрос. Вы знаете, очень по-разному, очень по-разному. В принципе, так как я уже говорила про видеосъемку, видеосъемка, она же доступна в любом возрасте, и завести свой блог может каждый, вести Инстаграм каждый, поэтому, ну, наверное, такой определенной аудитории узконаправленной нету. И это, наверное, хорошо, потому что голос можно изменить в любом возрасте. Ну, а что целым узденничает на наш голос? Гэта ж наполна целый спис можно узгадать, так, до, там, физичного стану, до психологичного. Вы знаете, хотя бы в крыху расскажем. Да, совершенно верно. Вы говорите, на наш голос очень много чего влияет, потому что голос — это самый тонкий музыкальный инструмент, который находится внутри нашего тела. Собственно, сам по себе звук — это уже магия. То, как образуется голос, — это просто фантастика, ведь мы говорим на выдохе. Воздух, воздушная струя проходит сквозь голосовые складки, и от этого появляется голос. И в зависимости от того, как себя ощущает наше тело, допустим, ветреная погода или сырая погода, у людей часто жалуются на то, что может появляться мокрота, какое-то першение в горле. Если же мы говорим про такие ощущения, как, например, человек выступает на публике, и он чувствует себя не очень комфортно, что сказывается на его теле, например, у него зажимается плечевой пояс, у него зажимается гортань, и, соответственно, от этого тоже меняется голос. То есть, если подытожить, наш голос меняется от любых условий, в которых мы чувствуем себя не очень комфортно. Это может быть погодное, какие-то погодные изменения, климатические изменения, или это могут быть даже физические. Просто человек нервничает и напрягается. Ну, есть меркование, что заменить голос незанатый прыгож от природы, вельми складано, потому что тембр он вось таки, и все. Паспрачаемся с этим, альбо все-таки, скажем так, саправды? Конечно, я готова поспорить даже. Я могу рассказать маленький случай, когда я проходила обучение повышения квалификации, я ходила на курсы оперного вокала, только ходила заниматься индивидуально. Занималась достаточно долго, я занималась все лето, по два раза в неделю. И после меня на занятия по вокалу приходил мужчина, которому было 73 года. И я пару раз встречалась с ним такими немножко восхищенно удивленными глазами, а потом моя педагог говорит, Анечка, а почему ты удивляешься? Голос можно поставить в любом возрасте, ведь постановка голоса, классическая постановка голоса происходит по методу постановки голоса для оперных певцов. Поэтому голос можно изменить. Другое дело, что есть действительно тембр, природное звучание, то есть тот окрас специфический голоса, по которому нас узнают по телефону. Когда мы даже один раз пообщались с человеком, мы его уже узнаем по телефону, если мы долго общались. Поэтому голос 100% можно поменять. Как можно поменять? Можно сделать его более глубоким, можно сделать его более высоким, если я, например, хочу петь и делать это выразительно, красиво, или, например, даже хочу стать профессионалом в области вокала. Поэтому у каждого человека есть диапазон. И когда мы говорим в обычной жизни, мы используем лишь только треть диапазона. Поэтому наша задача – развивать этот диапазон. Ну, мы отзначили, что часто гучание голоса залежит так и от физичного отчувания, и от психологичного. И вот теперь зима, я думаю, что многие сострыкаются с проблемой, что голос не гучает, особенно, когда до этого ящида учается некая хвороба. И есть у вас некие аппараты, на кон того, как все-таки их сбирахчы, вось гэтое доброе гучание. Тима к чему палепшить, ну, когда там все-таки отбылись некие процессы неприемные. Конечно, конечно. Да, действительно, зима – это такой очень сложный период, в принципе, для нашего тела, потому что мы начинаем мерзнуть, то есть в помещении жарко, батареи топят, а на улице достаточно холодно. Поэтому первый совет самый простой – беречь горло в плане того, что носить какой-то шарф. Я знаю, что это звучит банально, но также я знаю, что многие этого не делают. То есть просто простужаются за счет сквозняков. Второй момент. Когда мы говорим на улице, это может быть небезопасно для наших голосовых складок. То есть если я во время своей прогулки по улице вдруг решаю поговорить по телефону, нужно всегда подумать, настолько ли это важно, чтобы подвергать опасности свои голосовые складки. Потому что холодный воздух, когда мы говорим на улице, попадает в гортань, и это не очень хорошо для нашего организма. Также, если давать рекомендацию, то вообще, в принципе, сам по себе голосовой аппарат нуждается периодически в так называемой перезагрузке или отдыхе. То есть невозможно весь день 9 часов говорить и мечтать о том, чтобы голос не уставал. Он в любом случае, если мы говорим долго, мы даем нагрузку. Поэтому такая рекомендация, в том числе ее дают врачи-фониатры, после каждых двух часов разговора непременно нужно чуть-чуть помолчать. Очень интересно, что во время молчания мы иногда смотрим фильмы или слушаем музыку. Но наш голосовой аппарат устроен так, что если даже мы знаем эту песню и молчим... Мы быть самым все равно спеваем. Да, да. Внутри себя мы как будто подпеваем, и все равно происходит даже такое небольшое, но все равно происходит движение голосовых складок. Поэтому лучше, конечно, гулять. Если это возможно, лучше углубляться в какие-то собственные мысли. То есть ненадолго отключаться при интенсивной голосовой нагрузке, ненадолго отключаться от такого очень интенсивного ритма, потому что молчать все-таки нужно. Пропануйте какие-нибудь практикования, ну, так скажем, по разогреве голоса, по максимуму, то есть для того, как все-таки колерап там отбылось и так, что есть проблемы, помолчать вы прямо теперь не можете, или давайте попробуем что-нибудь зарабить, как, ну, протрематься, например, не у эфира. Тут можно подойти с двух сторон. Первая часть – это я долго молчала, например, работала за компьютером, и мне нужно кому-то позвонить, или мне нужно сейчас ехать навстречу и там разговаривать, да. В эти моменты, когда мы очень долго молчим, у нас собирается мокрота. Почему? Потому что Минск – город, который находится на возвышенности, и когда мы, даже вот особенно, если какая-то влажность повышенная, да, просто ничего не делаем, просто молчим, может быть ощущение опершения в горле. Чтобы его убрать, многие люди начинают что делать? Откашливаться. И это тоже не совсем верно. Врачи-фониатры предлагают не кашлять вслух. Знаете, иногда люди так яростно кашляют, прямо даже вот в кулачок так, вот так вот. Это не очень хорошо, потому что мы таким образом травмируем нашу гортань. Если хочется откашлиться, прям вот чувствуете, что надо откашлиться, да, по-другому не могу, лучше это делать такими мелкими движениями, вот такими. То есть легонечко. Если же мы говорим о том, что нету какой-то определенной мокроты, но есть такой страх, что я сейчас заговорю, и вдруг голос пропадет, что делать? Тогда предлагаю два упражнения, которые я сама делаю всегда, например, перед записью видео, и которые делаю перед публичными выступлениями. Первое упражнение, вы будете удивлены, это упражнение на зевок. Дело в том, что во время зевания происходит прилив крови к органам гортани, и это очень хорошо для нашего голосового аппарата. Как зевать? Вот часто мне говорят, Анна, ну я зеваю, но что-то я не чувствую. Если я буду зевать вот так, едва прикрыв, да, вот так вот тихонечко, ну на видео, наверное, будет видно, как я показываю, то это не зевок. Зевок, это если вы загуглите в интернете, увидите, например, льва или тигра в прериях, который зевает так, что у него язык выходит вперед и трубочкой скручивается вовнутрь, да? Вот это называется зевок. То есть таких зевков, если вы сделаете 5-6 для разогрева, вы почувствуете, как у вас сразу же уйдет, если оно было, какое-то першение мокрота после длительного молчания, и голос сразу же зазвучит, потому что при зевке у нас расслабляется гортань, у нас раскрывается глотка, и это очень полезно. И второе упражнение, упражнение Тарзан. В этом упражнении, наверное, все его знают, судя по названию, потому что оно, очевидно, исходит из того, как это называется упражнение. Нужно руками создать массирующее движение по грудной клетке. То есть вам нужно сделать легкий такой массаж. Двигаться можно от одного плеча к другому или массировать по центру. Конечно, мы не бьем сильно, а мы именно делаем массаж, но такой ощутимый. Легко простукиваем, я так разумею. Да, простукивание, абсолютно верно. Но при этом очень важно сначала во время того, перед тем, как вы начнете зевать, сделать такой вдох, как будто вы заполняете глотку воздухом. Я это называю лицо зевающего человека. Это выглядит вот так. То есть ощущение такого очень удивленного лица, которое вот-вот зевнет. И вот это положение лица нужно сохранить до конца упражнения. Что от этого получается? Когда я медленно раскрываю челюсть, за ней у меня открывается глотка. А когда у меня открывается глотка, звук становится более объемным. И поэтому, выполняя вот это упражнение правильно, я достигаю разогрева голоса. И также тут включается такой эффект отхаркивающий немножко. И самое главное, я чувствую, как голос становится ниже. Да, давайте покажу. Вот я делаю лицо зевающего человека, приоткрываю челюсть, медленно заливаю воздух через ноздри. И, удерживая эту позицию, начинаю массировать. То есть получается такой теплый, плавный звук М. Не нужно стараться его усиливать, нам не нужно этого. Нам нужно просто, чтобы звук легко и комфортно раздавался изнутри нашего тела, и мы никак на него не влияем. Позвольте я отвечу на ваш вопрос. Вы задали вопрос. Да, если же я долго говорю, например, говорю в эфире и чувствую усталость, вы не поверите, здесь тоже подойдет зевок. Зевок обладает в принципе целебным свойством и способен даже достаточно быстро восстанавливать голос при простуде, если его еще делать в самые первые моменты, когда вы почувствовали, что чуть-чуть простываете. Кроме того, очень хорошее упражнение теплый выдох. Вы складываете ладошки вот так домиком, подносите их к лицу и кладете так, чтобы лицо было закрыто ладошками. Вот так. И делаете вдох холодным воздухом. Без ладошки. А выдох на закрытый двор в ладошке. Затем снова вдох и выдох. Выдох идет таким через полукруглый рот, как будто вы хотите кого-то согреть. И вы сколько таких вариантов требует дробить? Я думаю, что 5-6 раз этого будет достаточно. Самое главное не спешить и, знаете, иногда люди «О, сейчас сделаю!» Нет. Подыхаю. Да, то есть здесь должно быть именно ощущение медитативности происходящего. Вот. И тогда это принесет действительно замечательный эффект. Не бы стекало кольки людей подчас нашей размолы зевнули, хотя просто так. Да, это, кстати, действительно работает, потому что у нас есть зеркальные нейроны. И когда мы делаем упражнения на зевок, например, у меня на групповых занятиях просто я рассказываю о зевке, уже люди начинают зевать. Так что это всегда очень интересно. Передзем, да, вот такой частки практикованню. Да, еще одной важной темы. Мы сегодня спачатку сказали, что многие рассказывают сегодня про интернет, про свою деятельность, про то, что робят. И вот этот фильм важное питание, как стать блогером с доброй дикцией, не бояться размовлять на камеру. И, махчима, есть некие секреты, навыдь для тех, кто только начинает, ну, как бы это было больше-меньш про гош. Потому что мы ведаем часто, что каждый добрый специалист рассказать про себя не умеет. Это происходит только по одной причине, потому что для нас не совсем органично записывать себя на видео. То есть, когда мы выступаем на видео, нас сразу сковывает, пусть даже небольшой, но страх. И поэтому самое важное, вот, например, если бы наши радиослушатели увидели Марту, то они бы увидели, что Марта, даже несмотря на то, что Марта не находится в кадре, все время очень активно работает губами. И это первый совет, который я даю на занятиях. То есть, на самом деле, большинство людей от страха, что происходит с нашим телом? Когда мы волнуемся, у нас включаются три реакции. Потенциально включается. Бей, беги, замри. Но бить в эфире я никого не буду, убегать из эфира. Ну, зачем тогда записывать эфир, если я из него убегаю? А вот реакция замирания, как единственное социально допустимое, включается практически всегда. Когда человек замирает, у него сразу же выключаются губы, да, и от этого дикция становится хуже. А вот, например, если бы вы, дорогие радиослушатели, посмотрели на Марту, то у Марты всегда губы очень хорошо работают. Альбонаганна. Ну, да. Так само. Да. То есть, губы – это главная часть нашей дикции. Если не работают губы, то автоматически дикция становится хуже, начинается какое-то зажевывание, зажевывание звуков, слогов, и, в принципе, голос становится тише. Поэтому первый совет – это делайте упражнения перед выходом в эфир. Ну, я это называю такие легкие кривляния. Даже если вы поговорите так, как будто ваш рот совершенно резиновый сейчас, вы даже вот на протяжении минуты перед выходом в эфир, вы уже почувствуете, как у вас появляется энергия. Потому что я всегда на занятиях говорю, друзья, как только вы разминаете губы, у вас разминается хорошая половина лица. Ведь у нас рот, если подумать, тянет за собой и щеки, и у нас работают даже и скулы немножко, и, конечно, губы, и нижняя челюсть, и подбородок. Все работает. Вот вам профилактика морщин. Да. И если я буду делать разминку, то все эти органы будут включаться, и я буду однозначно чувствовать себя более уверенной. Так, а вось на конь того, что многие боятся камеры, як тут быть? Тому, что сдавалось, мы можем там пыльно размавлять, але ровно до того моменту поколиваюсь гатая кнопка, не з'явится, и ўсё. Ёсненьки, парады вось тут полкованности. Да, это тоже один из самых частых вопросов. И вот мы начали с того, что сейчас очень многие хотят выходить в эфир, записывать свой блог, то есть проявляться в мире, но страшно записывать себя на видео. Я предлагаю начинать с небольших видео. Иногда люди, первый раз записывая себя, ставят себе цель часовой эфир. Я говорю, это же очень много, если вы никогда не были в кадре, как же вы его будете вести? Запишите сначала себя как черновой вариант дома и никуда не выкладывайте. Найдите свою рабочую сторону, то есть посмотрите, с какой стороны вы себе больше нравитесь. Именно вы, не надо ни у кого спрашивать. Вот посмотрите, как вам нравится. Попробуйте подвигаться, подойти ближе к камере, отойти дальше от камеры. Может быть, даже встать возле стены, только не сильно подходя к стене, чтобы был воздух за спиной, и, например, как-то пожестикулировать. Посмотрите, как вам удобнее, и только затем начинайте уже записывать эфиры, которые вы будете выкладывать в публичный доступ. Многие кажут, что я гляжу на себе пасля навиды, альбо слухаю себе зноу же, и нечто мне сдаётся, я не таки на самой справе, и я гучу так само не так, як я думаю, и что с гэтым рабить, и, махчима, тут зноу, трэба разуметь, что мы зауксёды чуем себе не так, як нас чують инши, ведь, махчима, давайте еще для таких неуполненных крыхлых у себя людей попробуем расслымачить. Это правда. На самом деле наш голос звучит не так, как мы его слышим в жизни. Почему? Потому что, когда я говорю, во-первых, мой голос отражается в резонаторах, и я его слышу гораздо глубже, гораздо более таким объёмным, чем, например, вы меня слышите. Но это не значит, что мой голос плохой, я просто не привыкла к нему со стороны. Когда я работала на телевидении, я работала с дикторами и тоже занималась постановкой голосов, самый частый вопрос, к которому приходили, это, Анна, что со мной не так? Что с моим голосом? Почему в жизни, мне кажется, у меня нормальный голос, а в эфире не такой? Я говорю, на самом деле это наработка, это просто привычка. То есть, вы выполняете упражнения для голоса, вы раскрываете голос, а потом немножко к нему привыкаете. Потому что всё новое, что мы внедряем в жизнь, например, новую осанку, ровную осанку, мне тоже надо привыкнуть. Первое время мне кажется, ой, ну я как-то слишком, слишком, слишком уже держу осанку, а потом мы просто привыкаем и для нас это становится нормой. Поэтому первое, это дело практики и улучшения того, что не нравится, а второе, это дело привычки. Я просто привыкаю, слушаю себя и нахожу лучшую версию и повторяю, как мне делать, чтобы звучать красиво. Анна, дякую за ваши парады, за то, что завитали до нас, за их всё-таки рады бачить в нашей студии. Спасибо, это взаимно. Для наших слухачев я нагадаю, что сегодня мы разговаривали с тренером по ораторским мастерстве и постановке голоса Ганны Ивановской. Марта Худалей так само была с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова